О ситуации в школах Калмыкии. Действительно, на последней 17-й сессии у нас был парламентский час. На парламентском часе у нас выступал министр образования Николай Мансаев. И я лично задавала вопрос, будут ли перед 1 сентябрем все учителя, пройдут ли тестирование. Потому что я знала, что в Москве это тестирование будет. Там провели тестирование не только учителей школ, но и средних учебных заведений, и вузов. На что я получила невнятный ответ. Помните, здесь вот сидят 5 депутатов народного хурала, не дадут соврать. Николай Мансаев невнятно ответил, что Роспотребнадзор ему советует не проводить тестирование. И вот сейчас еще не прошел период 14 дней, и мы уже видим, что в 6 школах есть очаги заражения. Что будет дальше, неизвестно. На самом деле безопасность и здоровье школьников для нас должны быть первоочередным. На этом нельзя экономить. Я понимаю, что Николай Мансаев не мог сказать открыто нам на сессии хурала денег нет. Я так понимаю, просто денег нет для того, чтобы провести тестирование всех учителей. Деньги на такие вещи должно находить правительство Республики Калмыкия. Если в этом правительстве работают патриоты своей республики. Вот у нас постоянно глава республики издает указы, продлевая второй этап ограничений. А кто контролирует исполнение этих указов? Никто. Создается такое впечатление, что эти указы, в общем-то, для галочки издаются. Для того, чтобы где-то в Москве отчитаться, что вот у нас проводится работа. А на самом деле никакого контроля. И вот я еще в мае месяце в интернете писала, что в результате вся вина будет переложена на кого? На население? Они сами виноваты. Они ходят без масок, они, в общем-то, не используют средства индивидуальной защиты, не моют руки и так далее. Недавно беседовала с пенсионерами, а у них денег нет на эти маски. На самом деле правительство Калмыкии должно обеспечить пенсионеров масками бесплатно. Недавно, вот я буквально вчера внесла законопроект Народных Урал о том, чтобы вот всем пенсионерам, которые согласно указам нашего президента, главы республики, должны сидеть, находиться в самоизоляции, это те, кому за 65, в общем-то, дополнительно выдать, вот как детям выдавали пособие с федерального центра, по 10 тысяч рублей из республиканского бюджета. Они наиболее пострадавшие. Чтобы у них были деньги хотя бы приобрести эти маски, приобрести перчатки, потому что маски-то надо менять через каждые 2,5 часа. Ты же не будешь ходить в одной маске. Вот у нас офис находится в доме по улице Ленина, 247. Убирает женщина достаточно уже пожилая. Маска на ней, извините, она уже грязная. Это сколько же она не снимает эту маску, пользуется. Получается, ни управляющая компания не обеспечила ее никто. Есть у нее какая-то там маска, которую она, наверное, неделю пользуется этой маской. Это неправильно. Я считаю, что неумело руководство республики привело к чрезвычайной ситуации в Калмыкии именно по ковиду. Нашей республике не повезло. Такой критический момент у руля оказался случайный человек. Не готовый к решительным действиям не патриот. Сегодня вопрос уже стоит о безопасности и о выживании населения республики. Народа. Народа, конечно. Население республики. Нас на 1 января этого года по статистике 272 тысячи. А по всем показателям, первую очередь по уровню зараженности, по количеству смертей на 100 тысяч, мы постоянно лидируем в ЕФО. На самом деле 271 тысяч человек. Это не так уж много. Купировать и локализовать каждый очаг заражения можно. Но ничего не делается. Создаётся такое впечатление, что всё пущено на самотюк. Кто выживет, тот выживет. Поэтому вот в данной ситуации мы правильно назвали наш круглый стол. О чрезвычайной ситуации в республике Калмыкия. Действительно, ситуация с ковидом является чрезвычайной. И я считаю, что надо ставить вопрос о соответствии Бату Хасикова с занимаемой должностью. Если дальше так будет продолжаться, то на чьей совести 62 умерших на сегодня? На чьей совести заражённые дети, школьники? На чьей совести заражённые учителя? Всё это можно было предупредить. Тем более просили мы это сделать. Но никаких шагов не предпринималось. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы». И образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по бараней лопатке». Представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова. Это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям. И станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Мендыфт Н.Б. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.